В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования появится новая операционная. Количество хирургических вмешательств с каждым годом растет и оперблок пришлось расширить. Как и все в центре травматологии, новая операционная собрана из готовых частей, стены, потолок, пол. Они сделаны из специальных материалов и предназначены для медицинских помещений. Планируется, что здесь будут проводить малоинвазивные хирургические вмешательства, в основном для подростков и спортсменов. Здесь не требуется длительная госпитализация. Допустим, в низкой тоне у нас один день госпитализации. Пластиковая передняя крестообразная связка – это максимум три дня госпитализации. То есть это малоинвазивные вмешательства, которые позволяют очень быстро поднимать пациентов на ноги. Операционная практически готова к работе. Осталось получить заключение санитарных врачей. Это ортископическая операция, без какого-либо разреза. То есть на сегодняшний день это в Европе операция номер один. Самый-самый современный. Вот то, что, в принципе, будет у нас на следующий год. Новая операционная потребовалась, когда нагрузка на пять имеющихся возросла. В среднем в сутки проводится до 35 хирургических вмешательств. Кстати, по объему эндопротезирования суставов наш центр входит в тройку учреждений России. Если посчитать, 35 тысяч операций проведено. 13 тысяч и более – это наши жители, которые вообще, наверное, в жизни думали, когда-нибудь они будут ходить без костылей там или вообще могут встать на ноги. И уверенность – это дает каждому человеку, каждой семье смотреть будущее, уверенность завершения. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши обсудил с сотрудниками центра вопросы диспансеризации, благодаря чему в последнее время увеличилась выявляемость заболеваний на ранних стадиях. Поговорили и о житейских делах. Рабочий день у медиков начинается рано. А добираться из спальных районов сложно. Нельзя ли увеличить количество маршруток часы пик? Спрашивали и о строительстве новых школ. В микрорайоне Гладково, к примеру, явно ее не хватает. Михаил Игнатьев рассказал о новой программе строительства школ, заметив, что обязательства по детским садам правительство также оставляет за собой. До конца года будут открыты еще шесть. Пожелания по благоустройству улиц и дворов также взяты на контроль. Кроме того, врачи обратили внимание на вопросы оказания помощи травмированным в дорожно-транспортных происшествиях. Возможно, настало время восстановить травматологическое отделение в Цивильске, поскольку именно на этом участке трассы М-7 происходит больше всего аварий. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.